Архитектор по образованию художник в душе. Две составляющие, которые удачно соединились в одном человеке, в Людмиле Крапивной. Сложно представить, что эта изящная и статная женщина за время своей богатой творческой деятельности пробовала себя в сложном прикладном искусстве. В таком как чеканка, роспись по батику, макраме, но одним из самых любимых ее увлечений были и остаются гобелены. На вернисаже текстильная мозаика в арт-пространстве библиотеки имени Пушкина представлена порядка 18 работ разного размера, стиля и характера. Ну вот не зря назвали выставку текстильная мозаика, потому что тут темы совершенно разные, разные размеры, разные темы. Ну а поскольку я бывший архитектор, я тяготею в общем-то к архитектуре, поэтому тут много работ связанных с архитектурой. Это и старое Бересте по старинной гравюре, и Гродненский старый замок, и просто архитектура старинной средневековья. Ну и естественно цветы мне нравятся, ирисы мои любимые, потому что довольно много тут ирисов. Ну и как архитектор я люблю четкую линию, поэтому я решила еще и сверху добавлять вышивку. Присутствуя на выставке, невозможно просто пробежаться глазами по гобеленам, каждый цепляет зрителя. Будь ты натюрморт с цветами в теплых оттенках или старая Бересте с множеством деталей, восхищает и трудоемкость работ. Хотя, как делится с нами мастер, большая часть из них была создана за последние пять лет, и этот внутренний огонек и непреодолимое желание творить, которое сохраняется в Людмиле Крапивной до сих пор, восхищает. Не только ценители искусства, но и ее близких друзей. К слову, две подруги преодолели тысячи километров, приехав из Санкт-Петербурга, чтобы поздравить мастера и подругу. С Людочкой, с Людмилой Петровной, мы знакомы с пятого класса, то есть когда нам было по 12 лет. То есть это почти уже 60 лет. И мы с ней дружим, это моя очень близкая подруга, любимая, талантливая. И я очень счастлива, что вот на таких праздниках я иногда бываю, потому что я живу не в Бресте. Когда я приезжаю, очень здорово, что попадаю на такие праздники. В городе Бресте я проживала, как мы все дети военных, где-то с трех лет, наверное, до 19, а потом в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург 50 лет. С Людмилочкой, которая Петровна сейчас, мы учились с первого класса по десятый. И у нас замечательный класс, который до сих пор встречается. Что хочу сказать о ней. Она уже с детства проявляла себя рада за нее, рада, что вот она сейчас, как мы уже, извините, в таком хорошем возрасте, она все еще в творчестве. И пусть она процветает, и пусть и брест процветает. Выставку гобеленовой техники художника Людмилы Крапивной в библиотеке Пушкина ждали с нетерпением. Как итог, великолепный вернисаж, который вдохновляет. То, что я лично увидела сегодня, для меня это очень какая-то кропотливая, изумительная работа. Когда под руками мастера рождаются вот какие-то такие шедевральные вещи. Мы, наверное, люди одной крови. Вот буквально вчера я купила вот такую брошь. И сегодня я увидела этот цветок буквально практически в таком же исполнении на одной из работ Людмилы Петровны. Поэтому мы очень благодарны ей за наше такое сотрудничество. И надеюсь, что еще не один юбилей будет тоже в нашей библиотеке. На продолжение этой доброй традиции надеются не только сотрудники библиотеки. Ведь такие события создают лицо города. Творческого, креативного, яркого. Ирина Левчук, Игорь Букунович, Юрий Лемантович, телекомпания БУК-ТВ.